здравствуйте очередной подарок от моих соседей по даче приемник рига сейчас про него расскажет никита который ко мне приехал в гости он уже известен по интернету как мастер старой техники это радиол приемников так прошу никита давай рассказывай хочу сказать намоченные данные трансформатора и но еще и краткие сведения о этого радиоприема подробные сведения вы можете прочитать в интернете рига 10 лампы супер гетеродийный приемник первого класса с питанием от сетей переменного тока лампы 6к3 6а7 6к3 6b8 6g8 6n9s 6p6s 6e5c4s промежуточная частота 464 кГц чувствительность не хуже 50 ватт избирательность не меньше 46 децибел 200 раз номинальная выходная мощность 4 ватта ламповых ватт это как 60 и 70 ватт транзистор мощность потребляем от сети 85 ватт достаточно много размеры 605 на 310 на 340 миллиметров вес 24 килограмма я привез значит иголки это иголки не патефонные а адаптерные вот почему адаптеры покажите вот здесь как бы старые времена звукосниматели назывались адаптерами вот пьезоэлектрический звукосниматель ремз вот три буковки рижский ремонтный радиозавод и написано по латышески немножко письмо язык он потому что и шел на внутренний рынок как бы бассораны балтии но еще и в советский союз так как он выпускался после смерти сталина он еще не выпускался на экспорт видите туда же веревочкой привязан зип там два блин там несколько предохранитель даже не 22 предохранитель на 127 вольт стандарт был такой до 80-х годов в основном применялся в дачных кооперативах и в селых а в москве было 220 вольт вот и несколько лампочек вот что еще есть это антенны и земляной проводы для подключения антенны и земли вот тут можно показано что можно землю прицепить но раньше так можно было потому что трубы они страна в капу в капу земли и шли в земле а сейчас они идут в бетонном этого и как бы коробе и пластик да вот иначе предохранитель здоровый редкий на свершие дней вот дополнительно громкоговоритель прошел сидит мощный туда же ты звездочка внизу показывает что приемник высшего класса вот как бы еще вот там переключение напряжение да вот пластинка известная филофоническая филотонисты ее очень знают она есть на сайте russian records заходите на этот сайт это филотонистический сборище ну не сборище как бы компании я неправильно изъясняюсь написано запринение исполнитель альберт гадис такой если анатолий он это ремонтирует подобные приставку он измучился с мотором ms-1 асинхронным мотором вот рукой на запускать это тоже только гудит неприятно а а а а от антенны он будет работать на волнах да прежде чем что-то к нему подключатель я неправильно сделал просто с бухты барак включать приемник который неизвестно где стоял там могли быть повреждения провода питания в общем-то он зовется индикатор не светится возможно нету каких-то напряжений может быть они не доходят либо он не справит но во всяком случае накал я вижу шкала не светится она здесь переворотная вот переворачивается это видно вот это у нас стрелочка настройки плохо действует потому что ничего не смазывает тросики естественно за 70 лет давший приемник выпускался с 54 года все истрепались и очень-то растянулись пружинки ослабли поэтому надо все регулировать и более неизвестно где он стоял то что когда я включил из него там все расползались муравьи и пауки все-все в этом еще полезно вот этот вот этот каталог старый очень вот этот каталог а а а а а а а а до свидания дорогие зрители этого канала ждем ваших комментарий и в общем-то лайков отклонился спасибо ему за хорошую подробную информацию я рад что он ко мне приехал хотя он не частый гость но общаемся мы по телефону для меня время иногда находит вот ну еще тоже от меня до свидания и подписывайтесь на канал